Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить игру в шорох. В последней серии мы отправили письмо, да, собственно, после этого я попробовал позаписывать еще раз, но в результате у меня что-то там сбойнуло, но тем не менее могу сказать, что это и к лучшему, потому что предыдущая серия была натурально слепым тырканьем и непониманием, что делать. Такая, собственно, игра, это очень головоломная вещь, но тем не менее сейчас я вам покажу правильную последовательность действий. Тут, как обычно, дьявол кроется в деталях, то есть пока вы не заполните, вернее, не выполните определенную последовательность действий, вы дальше не продвинетесь, хотя это не очень логично, но тем не менее это правильно. Вот сейчас наш герой хочет спать, но он не ляжет спать, пока мы полностью не изучим дом, и хотя, как бы мне ни казалось, что я уже его весь вдоль и поперек избегал, на самом деле, для начала нам нужно прочитать дневник вот тут вот, в котором повествуют о довольно-таки неприятных событиях. 20 апреля. В приливе ярости ожог свой предыдущий дневник. Не сказать, что я сожалею по этому поводу, как будто мои несвязанные записи чего-то стоили. Единственное их назначение не позволит мне сойти с ума. Я чувствую, что это мой единственный путь к спасению, единственный способ найти внутренний покой. Когда бы я не взял ручку, я чувствую, что могу спокойно поразмышлять. Мне хотелось бы, чтобы у меня были и другие способы, вот и все. Но в мыслях моих полный беспорядок. Я должен взять себя в руки. Сосредоточиться. Май. Я стал вечным хранителем, поставленным перед выбором, в котором ни один из вариантов не является верным. Стоит ли мне выполнить обещание и разрушить то, во что я так верил? Или же я обречен провести остаток своей жизни словно привидение, у которого нет никакой цели, кроме как находиться здесь и наблюдать? У меня на самом деле нет выхода. Я не могу найти подходящего решения этой дилеммы. Я должен за это ответить. Я лишь тень того человека, которым когда-то был. Остались только эти записи, свидетели моментов просветления, собеседники моей души. Июнь. Сегодня я весь день сидел, выставившись в окно. В моем сознании было пусто. Как это ни странно, мне на это наплевать. Кажется, что сейчас это мое обычное состояние, часть моей личности. Но я отлично знаю причину. Я потерял свою душу. Я пустая оболочка, лишенная всяких чувств. Я отказался от них в тот судьбоносный день. И самое худшее заключается в том, что я знал, что этим все и закончится. Нет, нет, это неправда. Последствия оказались гораздо серьезнее, чем я предполагал. Как я мог быть таким слепым? Ноябрь. Я часто задумывался, что бы произошло, если бы можно было повернуть время спять. Что бы случилось, если прямо сейчас я рассказал всему миру, что же произошло на самом деле. Нет, меня бы сгноили в тюрьме. Хотя, пожалуй, это даже лучше, чем мои вечные страдания. Через два дня. Не могу точно сказать, когда это началось. Я просто слышал их однажды утром в соседней комнате. Голоса. Они действительно существуют. Или мне просто был... Или же я просто был один слишком долго. Они не прекратятся. Я больше не могу этого носить. Девятое февраля. За это время, пока я храню эту тайну, шумиха по полулеглась. Возможно, Джеймс в конце концов был прав. Это безумие, я знаю. Но сейчас я склонен кое-чему верить. Май. Все эти годы я убеждал себя. Все, что пришлось пережить Джеймсу, ничто иное, как злоплючение, каприз судьбы. Впервые за столько времени в этом я уже не так уверен. Я никогда не думал, что это могло случиться. Но, по-моему, сейчас я все понял. Если это так, тогда проклята моя душа. Бедный Джеймс, если бы я повел себя по-другому, тогда, возможно, все сложилось бы иначе. Но сейчас уже слишком поздно. И мне придется нести свой крест. 13 сентября. Голоса возвратились, но на этот раз они другие. До этого я слышал их только внутри себя, как будто кто-то или что-то шептал. И как бы это поточнее сказать. Мешало мне думать. Но сейчас я на самом деле чувствую, как они расползаются по дому. Что это? 14 сентября. Мой день рождения, кстати. Я все понял. Голоса доносятся оттуда. Я не хочу больше об этом думать. Декабрь. Они стали невыносимы. А по ночам становится еще хуже. О, как бы мне хотелось, чтобы все прекратилось. Что же все-таки там происходит? Я не смею приблизиться. Я не хочу знать. Март. Е. Что это значит? Господи, сколько же времени прошло. Я совсем потерял чувство времени. Мне нужно как-то отсюда выбираться. Этот дневник меня почему-то насторожил, хотя любопытство забладало. Интересно ведь, что же такое мучило беднягу? Насторожил. Офигеть. Тут человек пишет, как с ума сходил. Задокументировал это. Его насторожило это. Но, короче говоря, это, похоже, последний владельец этого дома, который жил тут после Блэквудов. Как видите, ничего хорошего из этого не вышло. Теперь мы можем поговорить с Джерри по телефону. Прояснить маленькую ситуацию. Блин, только, конечно, с этим прицелом, с курсором, он постоянно норовит меня обмануть. Алло. Джерри, это я. В чем дело, Майкл? Тебе известно что-нибудь о прежних жильцах этого дома? Немного. Только то, что они были странными людьми. Также здесь было совершено убийство. Ты шутишь? Убийство? Да, убийство. Деталей я, к сожалению, знаю немного. Это старая история, хотя она наделала здесь, в Ротбере, много шума. Бывший владелец, Джонс Блэквуд, насколько я помню, сошел с ума и убил свою жену. Хотя я точно помню дату. Май 1963-го. Джеймс. Джеймс Блэквуд, согласно материалам, которые я тут читал. О, так ты уже нашел тут пачку секретных документов? Я так и знал. Знаешь, здесь достаточно материала на целую серию рассказов. После того, как ты закончишь книгу, друг мой. Да, да, да. Но никогда не мешает немного полюбопытничать. Может ты просто вернешься к работе? Позвони, если тебе что-нибудь понадобится. Хорошо. Пока. Такие дела. Человек сначала переезжает домой, а потом уже узнавая, узнает, что здесь было убийство. И вообще у дома очень плохая история. Джерри, ты, по-моему, обычный риэлтор. Который ему лишь бы, блин, продать. Как ты мог? Так, ну теперь, насколько я знаю, мы можем пойти на чердак. И там у нас была кипа газет. Кстати говоря, я вам не показывал. Между сериями я нашел тут интересную зацепку. Ой, нет, не здесь. Здесь-то у нас сейф. Очень много мне интересного про ту картину рассказали, где мальчик стоит рядом с куклой. И там руки. Что-то руки против кого-то она называется. Ну, очень непростая у нее история. Все люди, которые владели оригиналом этой картины, сходили с ума. Умалишенные при демонстрации этой картины начинают испытывать приступы гнева, паники. Так, вот как раз-таки оно еще и не сделано. Сейчас мы с вами это проделаем. У нас есть нож, который мы взяли на кухню. Мы можем отковырять тут. Пока что нам это ничего не дает. Но, тем не менее, как видите, что-то-то происходит. Видимо, сюда мы вернемся потом. Просто интересный момент. Так, и пойдемте на чердак. Уже, честно говоря, подзадолбало просто так ходить по этому дому. Поэтому пора бы уже продвигаться. Верно, четвертая серия. Мы все так же осваиваемся. Но целый день субботний прошел, между тем... Вот про эту картину я говорил. Очень такая неприятная картинка. Один из покупателей этой картины говорил через несколько дней, что дети с картины нападают на него. Представляете? Натурально мурашки по коже от этого дела. Люди сходили с ума. Люди окончали жизнь самоубийством. Очень, короче, много непростых историй с этой картиной связано. Я человек не суеверный, но пусть таких историй я на нее смотрю только мельком. Тем более вот сейчас. Я, конечно, уставший, как вы можете заметить. Я часто заикаюсь во время чтения этих документов. Но, тем не менее, теперь мы можем, после того, как мы знаем точную дату инцидента, посмотреть газету, подшивку за этот день, за этот месяц. Джорнал. Ежедневная газета Нортумберленда. Вторник, 23 мая 63-го года. Ужасная новость потрясла жителей Ротбери. Вчера мистер Джеймс Блэквуд, почитаемый житель нашего города и широко известный инженер-строитель, был обвинен в убийстве мисс Евы и Мариани, горничной семьи Блэквудов. А, горничная, которую она жила там отдельно, помните? Внизу, около кухни. Пока ситуация выглядит более чем необычно, учитывая то, что мистер Блэквуд всеми уважаемый джентльмен. Однако мисс Мариани, иммигрантка из Италии, мечтающая стать фотографом, утверждает, что у нее есть фотография, подтверждающая вину мистера Блэквуда. Я знаю, что мне никто не поверит, поэтому я сделал фотографию, говорит она. В тот день предполагалось, что я буду в городе, но на самом деле ехать было незачем. Мне было нечего делать, поэтому я сидел в своей комнате и увидел в саду чью-то тень. Когда я присмотрелась повнимательнее, я не могла поверить своим глазам. Матери Божьей, о господи, меня бросает в дрожь от одного воспоминания. Фотография, о которой идет речь, сейчас находится в распоряжении полицейских. По их словам, там четко видно, как мистер Блэквуд закапывает что-то в своем саду. Мы практически уверены в том, что это человеческое тело, говорит шеф полиции Уильям Бейли. И даже если фотография не очень качественная, ее, вместе с показаниями мисс Мариани, вполне достаточно для того, чтобы возбудить дело в отношении мистера Блэквуда. Пока мы с вами разговариваем, полицейские уже отправились по месте Блэквудов. До тех пор, как появилось это обвинение, считалось, что миссис Кэтрин Блэквуд, согласно, находится в отъезде. Согласно информации, полученной нами в школе, где она преподает, продолжает шеф полиции департамент образования, пришло уведомление о том, что мисс Блэквуд пришлось срочно уехать. И для этого она воспользовалась своей лицензией. Обвинение, высказанное мисс Мариани, ставит мистера Блэквуда в довольно компрометирующую ситуацию. Если даже нам не удастся ничего найти в саду, ему придется многое нам объяснить. Все попытки доктора Кристофера Милтона, одного из наиболее уважаемых докторов Ротбери, и давнего друга семьи Блэквуд, преуменьшить факты, оказались неудачными. И в эту новость обсуждает весь город. Появляется множество слухов и различных версий, от правдоподобных и разумных, до диких и безумных. Но вот какой вопрос не дает покоя жителям города, и ответ на него еще не предстоит найти, что вынудило богатого и хорошо образованного человека хладнокровно убить свою жену после 30 лет совместной жизни? Да, темная история. Кстати говоря, мне многие высказали свое неудовольствие по поводу этой белой полосы, которая появляется во время таких статичных объектов. Но тут я ничего, к сожалению, не могу поделать. Дело в том, что по стандарту игра идет в разрешении 1024 на 768, а я, как вы знаете, играю на плазме. 41 дюймовый, с некоторого расстояния. И несмотря на то, что на этой плазме просто идеальная цветопередача, даже лучше, чем на некоторых профессиональных мониторах, чем я очень горжусь. Тем не менее, она не умеет апскейлить изображение. Уже поздно, наверное, сейчас самое подходящее время ложиться спать. Отлично, наконец-то мы добрались до первой ночи. Короче говоря, вот эти вот изображения в небольших разрешениях, они не растягиваются на весь экран. И натурально, когда я запускаю игру в том разрешении, которое родное для данной игры, у меня посередине экрана небольшой квадратик, на котором, собственно, и происходит действие. Детство. Короче, я просто ничего не вижу, и поэтому я просто физически не могу играть по-другому. Как говорится... Я жутко устал, да хватит намекать. Как говорится, чем богаты? Как можем, так и пишем. Я думаю, это небольшое такое препятствие на пути между мной и вами, чтобы нам вместе получать... Лег в кровать хорошо, получать удовольствие от этой игры. Что за звуки? Откуда это? Ой, вы видели, как дрожало все? Что это было? Ощущение, что чердак когда навестится. Че, мне на чердак идти? А я не могу дальше продвинуться. Какого хрена? Тут же бивни стояли. Я вам только что показывал. Так, сядем поудобнее, чтобы не упасть из себя вдруг. Это кто-то заколачивал эту дверь? Да, действительно, это так. Твоя дивизия. Че-то, блин, встремно был. Тревожный мой сон. Прервали какие-то необычные звуки, раздававшиеся в моей комнате. А, это сон был? Ну, реальность не лучшая, я вижу. Опять ночь, да? Че за звуки? Как будто откуда-то шум внезапной силуэси. Какого хрена происходит, ребята? А, погоди. Придумал. Я внимательно прослушал стетоскопом весь камин. Да, источник звука явно крылся где-то за ним. Но я все же не мог определить точное направление. Может, мне расковырять кирпичи? Нет, я могу пораниться. Не принесло пользы. Но, видимо, я ничего не могу тут сделать. Че-то это, ребята, не к добру. Ночка, похоже, веселая у нас. Данимали меня просто безумно. Но я терпел. Вроде тихо, да? Сколько времени-то? Так, время 12 ночи. Не так уж и поздно, но... А, тут же, подожди, ну-ка. У нас же тут тоже камин есть. Тут вроде тихо. Признаюсь, камин... Ну-ка, подождите-ка. Шум определенно доносился из камина. Вероятно, звук происходил через общий дымоход. И, по-моему, источников следует искать. Понятно. Это идет с подвала. Откуда мы в панике бежали в прошлый раз. Так, ну, я думаю... На улице нам делать нечего. Давайте, что ли... Майкл, иди спать. Ну, просто, блин, ну, зачем тебе в камин? Нет, нам придется в камин. Ой, в подвал. Придется подвал проверить, я думаю. Да, как потемнело тут, стало жутко. Так, ну, ладно, пойдемте в подвал. Вроде как все потише стало, что ли. Я сперва подумал, не провести ли разведку, но тут же прикинул, что в подвале должно быть чертовски темно. О, нет, без цвета я туда не ногой. У нас нечем посветить, у нас даже свечей нет. У нас, правда, есть газовая горелка на третьем этаже. Но я не думаю, что ее можно для этого использовать. Поэтому давайте пойдем в свою комнату. Давайте проверим, кстати, наш музей. Есть ли там эта дверь? Или там все в порядке? Добрый день. Страшная картина. Мне постоянно кажется, что... Нет, вот все нормально. Да, тут значит, что у нас дверь, да? Плохо. А так, если посмотреть... Ну, если она есть, то очень небольшая. Тут не так много места. Тут уже стена наружнее идет. Но, в принципе, где-то метра два там в запасе есть еще на тайную комнату какую-то. Ладно. Возвращаемся. Надеюсь, теперь сможем поспать нормально. Шорохи прекратились. Кажется, сейчас самое время, чтобы попытаться заснуть. Пока еще что-нибудь не началось. Ребят, я пусть такого заснуть не смог бы. Я вернулся под одеяло. Воскресенье, наконец-то. Ну ладно, ночка была, надо сказать, первая, довольно-таки тревожная, но... Ну ладно, когда я, правда, зашептал кто-то, Майкл. Второй день начался с ужасной бури. Деревья скрипели так, словно были живые и проклинали ураган и ливень. Что же до меня, то надежду восстановить электричество я утратил окончательно. Так, что мне делать? Работать я сегодня, я так понимаю, не хочу. В воскресенье. Я положил руки на клавиатуру, но тап оказалась мне такой холодной, что это сразу отбило у меня все желание что-то дальше писать. Может быть, позже ленивая ты задница. Так, я думаю, пора сходить в подвал, проверить, что там за звуки были. Или Джерри позвонить. Я думаю, сначала мы сходим, проверим подвал, а потом позвоним Джерри. Сейчас-то, я думаю, не так страшно будет днем-то ходить. Окошки там есть. Дружанка, значит, сдала Блэквода. Я думаю, кто же там, что за мыши жила, вот за этой дверью. Это, оказывается, лужанка. Так, ну давайте, показывайтесь. Мыши. Что за крысы тут завелись у нас? Прям бойлерная. Огромная печь. Да, похоже, без изменений тут особо пока что. Так, Джерри, выходи. Ой, мать. Ничего по-прежнему. Ну все, выходим тогда. С электричеством без изменений, я думаю. Надо будет, кстати, сходить, съездить в город, как-то решить эту проблему. Потому что до понедельника у нас электрик не работает, насколько я помню. А, нет, он же сегодня хотел заехать. По просьбе Джерри. Так, ну ладно. Это все дела такие, неважнецкие. Главное нам сейчас Джерри отзвониться. Что же это было? По большей части в доме-то изучать уже нечего. Все мы решили, насколько я понимаю. Так, пройдем. Нет, пройдем напрямую. Сразу к телефону. Джерри, Джерри. Джерри занят. Отлично. Так, хорошо. Что же мне тогда делать сейчас? Ой. А, ты мне звонил, наверное. Привет. Майкл, как там твои дела? Небеса здесь просто разверзлись. Ты хочешь знать, какая у меня погода? Да здесь такая гроза, что я боюсь выходить на улицу. Ну, это к лучшему. Так как я не смогу заехать за тобой. Мне действительно очень жаль, но сейчас невозможно доехать до Норту-Берленда. Тем более по проселку, твой особняк. Сообщают, что некоторые дороги вообще перекрыты. А как же мои надежды увидеть мистера Электрика сегодня? Вот они, преимущество жизни вдали от города, а? Я должен был послушать тебя. Не паникуй. Я приеду за тобой сразу, как только распогодится. Подожди немного. Ой, а куда я денусь? Боюсь, что некуда, друг мой. Такая гроза и мертвого может разбудить. Да уж. Кажется, что злых духов в моем новом доме она уже разбудила. Что ты имеешь в виду? Не уверен, но кажется, я слышал какие-то странные звуки прошлой ночью. Как будто что-то шуршало внизу в подвале. Я помню, что уборщицы говорили что-то о крысах. Если мы только не говорим о крысах-мутантах. Я не думаю, что это опасно. Майкл, друг мой, ты устал после долгой дороги и подавлен возникшими проблемами. К тому же ты переехал в очень старый дом. А какое самое распространенное объяснение у людей, переехавших в старые дома? Привидения разыгрались. Вроде того. А теперь сосредоточься на книге, пока еще достаточно светло. Я приеду к тебе, как только смогу. Кстати, Майкл, у меня с собой код от сейфа. О, отлично. Скажи его мне. Ноль, три, два, один, один. И не забудь поделиться, если обнаружишь там что-нибудь ценное. Конечно. Пока. Откуда интересного кода-то узнал? Так, ну, я так понимаю, что нам сейчас нужно либо поработать, либо с сейфом повозиться. Но что бы там ни было, оно будет на втором этаже. Вот сюда. Ой, я надеюсь, мне не придется вручную этот код водить. Потому что у меня, как вы знаете, из-за разрешения с прицеливанием проблемы. Видите, я прямо сюда навожу. Она не наводится. Мне приходится вот так вот, считай, за дойки ее хватать. Ну, вроде нормально, да? Угу. Ой, как мелко. Мистер Джеймс Т. Блэквуд, поместье Блэквуд, Ротбери. Уважаемый сэр, настоящее мы предлагаем соблюдить вас всеми необходимыми материалами, оборудованием и рабочими для выполнения контракта по строительству верхнего этажа с обняка Блэквуд в Ротбери в соответствии с планами и спецификациями, подготовленными мистером Джеймсом Блэквудом. 31 октября 60-го года, по следующим расценкам. 34 штуки фунтов. Офигеть. Тяжелая работа. Мы согласны начать работу в соответствии с указанными сроками и закончить строительство в течение разумного периода времени, основанного на наших возможностях, получить и доставить материалы. Заказчик осудомлен, что строительство может продлиться от 18 до 24 месяцев. Для вышеобозначенных целей разрешается использовать банковский счет такой-то в Национальном банке таком-то. Фирма Мартин Бразерс. Отлично. Так, мы взяли ключик. От чего у этого может быть ключ? Обычный ключ. Так, где у нас двери были закрыты? Стройка у нас на третьем этаже. На третьем этаже у нас одна закрытая дверь, из которой мы, собственно, выталкивали ключики, и одна заевшая. Давайте попробуем пойти туда. Вполне возможно. Это что-то нам додаст. Так, ну, для начала вот эта дверь. Эта дверь заевшая. Давайте попробуем на всякий пожарный. Хотя я не уверен. Ключ не подходит. Да. Так, и вот эта вот самая дверь. Иссохшаяся вся. Судя по всему, подошла. Да. Что же у нас тут? А тут у нас... Кто-то художественно занимался, похоже. Законченная комната, кажется, используют как склад для картин. Я могу сказать, мне не нравится эта картина. И эта картина мне не нравится. И эта не нравится. Мне ни одна картина тут не нравится. Это жуть какая-то. Кто бы ни был, но автор этих картин, он явно был слегка того. Того и того самого. Так, ну давайте на столе посмотрим. Что у нас тут? В комнате повсюду стояли банки с краской, несомненно, уже давно высохшие. Так, я что-нибудь могу схватить? Давайте займемся пиксель-хантингом. Подожди. Это же план. Это какой этаж у нас первый? Да, первый. Вот тут телефон, тут столовая. Тут у нас спуск в подвал, комната прихожая, ванная ее, рабочий кабинет и гостиная. Ну, да. Хорошо. Это у нас второй этаж, да? Моя дивная комнатка. Та самая африканская галерея. И никакой тут тайной комнаты не видать. Так, подожди, а это что? Да. Нужно придумать, как проникнуть в эту комнату. Крандашки я могу взять. Так, ну я так понимаю, только два этажа, да, просматриваются. Вроде больше я ничего не могу тут сделать, но вот это меня, честно говоря, как-то успокоило. То, что у нас тут комната, оказывается, есть. И тут комната, по идее, есть, да? Так, ладно, убираемся отсюда. Это нам, похоже, все, что нужно было в этой комнате, верно? Молоток. Послушайте, молоток. Может нам молотком стену разломать? Так, дверь не откроется с этой стороны? А, в этой стороны открывается. Лично. Подожди. Ага, это новый комнат. У нас обои. Опять пыльные кирпичи. Да что ж у тебя фобии кирпичей таких? Я не знаю, я успел в наявре ремонте поработать. Как бы... Все понимаю. Я, правда, работал там два месяца всего. Ну, по крайней мере, молотком теперь, гость, забить могу. И не только. Так, что это у нас? Грязная банка. Хорошо. Банка заш... Зашовши... Зашовши... Шовши. Опять заговариваться начинает. Так, вот, собственно, заехшая дверь. Да, она так и заехшая. А, открыл с другой стороны, отлично. Так, ну что нам это дает? У нас есть... Масленица. Ой, нет, 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 нет. Не то. Обычная масленка. И у нас обычный молоток. Отлично. А, подожди, подожди. Тут у нас была трещина на подъеме. И тут трещина была. Давайте мы туда сходим. Не смогу я расколотить эту трещину? Хотя, зачем мне это? Попробовать стоит, верно? Ага. Я сломал стену в своем доме. Я очень рад. Теперь трещина в стене стала еще шире. Так, мышка, не сходи с ума, пожалуйста. Стена уже проломлена. Что мне теперь там можно? Ну, в принципе, я думаю, что пока что я все, что мог тут сделать, сделал. На пол вроде тоже ничего не упало. Пойдемте уже как-то проинспектируем эту комнату, что ли, я не знаю. Которая у нас тайная комната в своем доме. Офигеть, это же насколько таинственно и интересно. Если бы еще не было настолько страшно по ночам. Не было страшно бы, мы бы в это не играли, верно? Так, вот здесь, где картина висит, где-то у нас... Блин, я никак не могу. Дверь должна быть здесь. Ну-ка, ну-ка. Это был не лучший вариант. Почему же? По-моему, вполне достойный вариант. Ага. Сорвать обои только для того, чтобы наружу заложить с заложенной кирпичом дверь. Отлично. Эдак можно целую вечность прям учиться. Но какие у тебя предложения-то есть? Шила может расковырять. Это не принесло пользы. Так, ну, в принципе, я думаю, на сегодняшнюю серию событий более чем достаточно. Сейчас мы, как обычно, спустимся в холл. Что же делать дальше будем в следующий. Я опять-таки вернусь к игре завтра. Потому что, как видите, я сегодня достаточно уставший. Могу сказать, что эта серия была, по-моему, самая интересная в этом прохождении. Потому что что-то да происходит. Как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Увидимся. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok